Закат-Уль-Фитр 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 И праздник начался, когда он в этой стране, или праздник начнется, когда он будет там, тогда сунной для него является отдать Закат-Уль-Фитр в той стране, в которой он находится. Если он застанет в ней заход солнца последнего дня Рамадана, сунная для него будет отдать Закат в этой стране. Это сунна. Но если он хочет отдать Закат-Уль-Фитр где-то еще, это также разрешено. Если у человека семья в какой-то другой стране, он послал к ним какую-то сумму денег и сказал, вы платите из них за меня и за вас. Это разрешено. Особенно если в той стране люди нуждаются больше. Разрешено выплачивать Закат-Уль-Фитр в другой стране. Ученые имеют разные мнения по вопросу, можно ли отдавать Закат-Уль-Фитр деньгами, или же его можно выплачивать исключительно едой. Они разногласят по этому вопросу. И душа больше успокаивается на том, чтобы выплачивать этот Закат едой, давать продуктами. И если человек не найдет того, кто бы нуждался в его Закате у себя в стране, он выплатит его в другой стране. Потому что Закат бывает разных видов. Есть Закат на имущество, и его надо выплачивать деньгами. Есть Закат за торговлю, магазин или что-то еще, за товар. За все это также надо выплачивать деньгами. А Закат-Уль-Фитр должен выплачиваться едой, чтобы у нас оставались оба вида Заката, которые есть в Шариате, деньгами и продуктами. И если Закат-Уль-Фитр тоже будем выплачивать деньгами, мы тем самым упраздним второй вид Заката, который есть в Шариате. И нам следует по возможности выплачивать Закат-Уль-Фитр продуктами. Если какой-то человек последует другому мнению, удовлетворившись словами того, кто сказал о дозволенности выплачивать закят уль-Фитр деньгами и отдаст его деньгами, мы надеемся, что он получит за это награду. Но наиболее предпочтительно выплачивать закят продуктами или в своей стране, или в другой. Время, когда нужно выплачивать закят уль-Фитр, начинается за день или за два до Айдуль-Фитра. В этом году праздник соизволения Аллаха будет в понедельник или во вторник. Значит, ты можешь начинать выплату закята в воскресенье. Если в понедельник не будет праздника, ты также можешь выплачивать закят в течение целого дня. И это время продолжается вплоть до праздничного намаза. Когда дадут и каму на праздничный намаз, время выплаты закят уль-Фитра закончится. Это как человек, который не сделал зухар-намаз, пока не прозвучал азан на аср-намаз. В этот момент время зухар-намаза закончилось. И нельзя откладывать выплату этого закята до самого праздничного намаза, потому что время закончилось. Но если у человека есть оправдание, например, человек сказал своему сыну, чтобы тот выплатил закят, а тот невнимательно отнесся к его словам и не отдал этот закят и так далее, и он отдал этот закят в день праздника, это допустимо. Таково краткое изложение ахкама в той шариатских положении закят уль-Фитра. Также закят уль-Фитра надо выплачивать за каждого, кто пережил заход солнца последнего дня рамадана. Если какой-то человек скончается до захода солнца, если, например, человек умер 15-го рамадана, 27-го рамадана, 28-го рамадана, и он не дожил до наступления праздничной ночи, за него платить закят не надо, потому что он не дожил до времени, когда его надо выплачивать. Если же он дожил до захода солнца, а потом умер, человек умер в ночь перед праздником. Завтра праздник, а ночью он умер. Он не дожил до праздника, но застал праздничную ночь. За такого человека нужно выплачивать закят, потому что он был жив, когда закончился последний день рамадана. Также сунна является выплачивать закят уль-фитр за ребенка в утробе своей матери. Как это приводится от Усмана, да будет доволен им Аллах. Говорили, что если у плода уже есть душа, то сунна является выплачивать за него закят. Если срок беременности больше четырех месяцев, например, женщина беременна на пятом или шестом месяце, или дальше, тогда сунна является выплачивать закят за неродившегося ребенка. Но это не обязательно, не ваджеб. Обязательно выплачивать только за живых и уже родившихся. Что касается плода в утробе матери, то приводится, что Усман, да будет доволен им Аллах, выплачивал за него закят. Если человек знает бедняков и пойдет к ним со своим закятом, это будет хорошо. Если же он их не знает, пусть обратится в благотворительные организации. Здесь у нас на районе Аль-Азизия есть организация Аль-Бирр. И они начали принимать эти закяты несколько дней назад. Они принимают закяты, хранят их, а когда начинается дозволенное время для выплаты этого закята, они начинают раздачу. Ты можешь пойти к ним в эти дни, и они знают настоящих бедняков. У них там есть настоящие бедняки. Они не возьмут рис, после чего пойдут его продавать. Нет, это настоящий бедняк. Он будет радоваться, что у него дома будет стоять мешок риса, который он будет есть 5 или 6 месяцев. Он будет есть его сам и кормить им своих детей. Так что если кто-то не знает бедняков, пусть пойдет и купит хороший рис. Как сказал Аллах, вы не обретете благочестие, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Аллах также сказал, не стремись раздавать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза. Некоторые люди выбирают самые плохие виды риса. А если бы он покупал своим детям, он купил бы самый лучший рис. Значит, когда он захотел сделать пожертвование, он стремился раздать в качестве пожертвования дурное. То есть он направился ко всему самому плохому, что сам бы он принял в качестве подарка только с закрытыми глазами, только зажмурившись. Так что если ты хочешь дать милостыню, выбери самое лучшее и отдай его в качестве милостыни, чтобы это было записано перед тобой, Всевышним Аллахом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok